Позвонил Славка, сказал, что приедет в гости. Ну я бы один раз позвонил, мы приезжаем, посидим. Он что-то говорит, завтра это. Сейчас хватило завтра, потом завтра звонит. Паша, скучно. Кому скучно? Тебе. Я бы сегодня на дачу мы с вами одонули, если бы сказали, что мы приезжаем. Нет, ты на работу. Нет, ты на дачу хотела сегодня ехать? Хотела. Так, ребята, многие пишут, спрашивают, где вы купили такой вентилятор. Вот еще раз показываю. Вот 29 градусов, оно крутится. И можно через час его отключить, время настроить. То есть вообще прям супер не нравится. Нет, вы там же время выставляете? Да. Максимум 4 часа или 5 минут. Там уже до 9 часов, без разницы, по-моему, да. Короче, это фирма Витек. Так, ну, есть наподобие всякие. Сейчас я смотрю, если от фирмы Витек 7000. Мы его покупали тогда то ли 3500, то ли 3700. Ну, что-то такое. Ну, это уже было давненько. И он правильно, климатическое оборудование называется. Так, вот я смотрю, на Авито, на Юле продают. Это, скорее всего, может быть, БУ. И если новые, новые, где-то я сейчас смотрела. Так, сейчас скажу, где-где. По-моему, в Авито. Ситилинк. Мегамаркет. Ну, мегамаркет Витек. Так, нет в наличии. Ну, кто климатическое, кто вентилятор-колонна. Сейчас посмотрим точно. Товар закончился. Даже в мегамаркете, короче, он был на акции. Так, что мне показано, Московская область. Почти 4000. Ну, товар закончился. Ну, да, фирма точно такой же, вот как у нас. В чем плюс? Во-первых, его можно ставить на время. Да, таймер. Четыре мощности разных. Четыре мощности. Вот. Показывать температуру. Также крутится. Выставляешь время. Хочешь, на час его включаешь. Прям вот с пульта. Ставишь время там. Час, два, сколько тебе надо. Вот такой пульт. Там даже девять часов. То есть, через девять часов он отключится самостоятельно. Может, там, ты поспал, пошел на работу. Примерно говорю. Или там, на три часа поспал. Тебе достаточно, да, там. Если на самую мощность, он вообще как бы как охлаждает комнату. Мы тогда даже первый раз, я помню, когда купили, блин, мы от него вообще простыли. Вот, как, знаете, под кондером простывает. И мы на самом деле, там, какие-то болячки у нас высыпались. Простуда была. Вот, реально. Мы ставим такую среднюю температуру. Можно низкую. Чтоб на тебя еле-еле. И ты вот, ну, не простынешь. И компактный. Вот, его реально в какой-нибудь угол. Я его в шкаф угловой ставлю. Прям внутри. И все. Место вообще минимум занимает. Вот. Ну, и также пульт у него есть. А вот эти вот большие вот эти вентиляторы, уже, честно, я помню, сколько у нас их только не было. И на пульту у нас были тоже. Надоели, честно, его разбираешь, ставишь куда-то в угол, чтобы меньше места занимало. Ну, и вот этот вот откручиваешь, как его снимаешь, вот этот, как они, лопухи называются, или как они. Тоже это все надо протирать, мыть. А тут он и такой, в принципе, он и бесшумный. Вот. Хочешь, так же. Хочешь, повыше. То есть, тоже можно регулировать. Ну, так, ну, свисток. Так, у нас Настя со славой в гостюх. Собыла поздоровить со зрителями. Так, она какую-то передачу смотрела, как всегда, полезную. Ну-ка, рассказывай давай. С этим, с Димофеем Баженовым, как устроен мир, буквально сегодня ее показывали. Ну, то, что огурцы горькие, это все знают. Ну, я вообще... Домашние, да, или теплички, ну, или какие? Домашние. Да. Вот, что, короче, вот эту горечь огурцам дает вещество, которое называется кукурбитоцин. Еще запомнила, блин. Вообще, я бы фиг запомнила, это слово. И, короче, оказывается, им можно отравиться этим веществом. Вот, ну, как сказали там, что, типа, чтобы травануться именно огурцами, нужно съесть 2-3 килограмма за один присест. Но, что я первый раз узнала, что, оказывается, бывают горькие кабачки. И вот кабачками, там находится этот кукурбитоцин вообще в больших концентрациях, ими реально можно отравиться. Там не просто, что расстройство будет, рвота, все такое. Некоторые люди даже вот говорили, что в больницы попадают. Вот, я вообще в первый раз узнала, что кабачки горькие бывают. А от чего он появляется? Не знаю. Там это ничего не говорили. Но в огурцах-то бывает, что говорят, что полив недостаточный. Поэтому. А, полив? Да, поэтому они горчат. Вот, сейчас, по-моему, даже сарта и выводят, которые вообще без этого, без горечи, без всего. Потому что, ну, по крайней мере, вот, в прошлом году я же свои огурцы выращивала. Я же не помню, какие сорта там посмотреть надо. А что были горькие? Не было. Горьких вообще не было. Но в этом году я не знаю. Там что, что зашло у тебя? Да там вообще капец. Короче, значит, вот за баней то, что я посеяла огурцы уже второй раз. Я же там, то, что первый раз садила, я возле каждого зернышка, я ставила палочку, чтобы, думаю, потом за нее привязывать, чтобы они, значит, это, к бане прибивать веревки и, как бы, чтобы, ну, короче, типа шпалера была. Вот. Но потом резко похолодало, стояли холодные дни, они, видать, все погибли. Там у меня пять сортов было, по-моему. Агурцы, да? Да. Ну, то есть они даже не взошли. Вот. Тут я, значит, давай пересевать. Вот. Тоже пять сортов, но я уже другие покупала. Там у меня и Герман был. Ну, то есть Зазуля, по-моему, была. То есть такие вот известные сорта. Вот. Видите, какую они ягодку привезли? Это что, закусывать? Да. И пересеяла. Опять палочки поставила. Тут у меня вне палочки какой-то блин агент. Может быть, это Герман решил проснуться? Я не знаю, потому что там на этом месте я Герман сеяла. Может, и проросло семечко. И тоже вот так вот интересно. Там где было десять, где двадцать семян. Я их в основном по два семечки. Там в одно место у меня сыпанулось их четыре штуки. И, короче, все четыре взошли. Там, где по два, где-то вообще не взошли. Где-то взошли сразу две штуки. Еще колечко пересаживать надо было. Я антитонос? Да, конечно. Такие вот дела. Ты под надзором. Что, в контуре покоишься? Нет, пускай она тебе поблагает тогда, а у нас они денег зарабатывают. Нет, а что? Мы тогда пиво купили. Ну, все. Так, вот эти родственники, они спаивают. Где что такое? Где что такое? Лед. Вот он. Где что такое? Лед? Лед. А как его вытаскивать? Да он так, наверное, достается. Как его вытаскивать? Слав, как его вообще-то? Что-то, как вы говорите, не понятно. Это так вот бывает. Чик-чик. Вот, Слав, спасибо. А тут руки не были поставлены. Он же Ленка размораживает. Вот. Ты что? Ты же не поймешь, давай еще раз не делай, блядь. Да, конечно. Ты кого-то Ленка-медведь, блин. Ленка-медведь-то, ну какая Ленка? Можешь, когда ты что-то пошутил, нахуй. А-а-а-а-а. И ты такая, не проявляй. А твои слова. Да, конечно, ты будешь дома сидеть. Будем вывозить. Да, будет сложновато без твоей зарплаты. Это твои слова. Завязывай ты нахуй, блядь. Ну, блядь. Блядь, хоть с диктофоном ходи. Ну, честно, что ты. А вот дай секретарьку с записями. Дай секретарьки с диктофоном, чтобы ты записал Славкину словам. Понимаешь, не тормолировать, нахуй, кормить еще, нахуй, блядь. Хуя, блядь. Собак кошек. Собак это еще лада, собак я переживу. А вот я так, это же вообще капец, дармоеды, дармоеды. Еще замутить. А зато порядок будет на огороде. А, нет. Я говорю, по этому, блядю, блядь, можно замутить. То есть, ну, оно лишнее не будет. А зато порядок на огороде. Злала. Я говорю, вы меня перебили. Порядок? У нее только теплица и огурцы. Теплица вся заросшая. Огурцы, ладно, сделала нахуй, блядь. И то, сделала так, чтобы в этой бане вся крапива, нахуй, блядь. Я потом крапиву убирал. Остальные грядки... Потому что я стояла со стороны соседей, я туда просто не дотягивался. Конечно, остальные грядки то делал. Кто? Хуй знает, Олег, наверное, через завод прилазит, нахуй, и вожит. Бублик надо делать. Краболоску отрабатываю. Бублик надо делать. Бублик надо делать. Слава, я свежевражневый чербанок взял. Мишель, зараза, ты, знаешь, ходила. Ты браунни покупал? Ну что, нет. Мишель, 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 Мишель. А вы что, если в этом году где-то... Она огород возили, Мишель? Миша ее в субботу привез. Она с недели жила. В смысле, на огороде? А, бублика? Нет. Эту суету этого копателя начинала. Я потом вообще урожай не так дырала. Копать, я соскопателем. Да, что ли, это правильно, заберет все, как бублик копать. Тем более, вчера, вот, допустим, вечером лаяли собаки. Мишель как лежала на крыльце, все, вообще никакой реакции. Я еще Славе говорю, о, был бы тут бублик, он бы сейчас... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слава говорит, да он бы уже там был, под забор бы пролез, и все. Ну, все равно, как вчера. Пошла к Даше, неплотно прикрыла калитку, ну, то есть, не защелкнула. Мишель вышла на улицу, тут едет машина. Это, слава богу, что там под воротами дырка, она в панике в эту дырку влезла. Нифига себе, как она пролезла. Ну, ладно, жизнь захочет, и так расколечить, что она будет. А, че, кормой говорит, вы знаете, откуда эта фраза? С какого фильма? Паш, с какого? Особенности национальной охоты. Про корову, которую перевозили в бомбардировщики. Когда этот один... Ну, фига? Маленько. Бартички, вы теперь понимаете, с кем вообще это? Они не знают, что такое КВН. Ой, Клавкарик, 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 Завелое. Знаем, мы одно время смотрели. Ой, КВНщики, блин. А че, я играла в команде КВН? Мы идем в новоставлении, мы в тренде. Паш, Завелое КВН. Слава даже в 2004 году ходил на мое выступление. Вот это я помню. Это когда-то только познакомились вы. И на слёд ездил даже. Да. На чёрный КВН. Который мы, по-моему, проспали или что? Не помню, я помню, что я в костёр упал, блядь. Я хорошо, что в армии служил. Слава, ты здесь сбивай-то, да? Спец, спец, это, блядь. Спец, это, через костёр. Да, через костёр перелывался. Конечно, лучше взбить. Потому что участки первого яйца, они ведут как бы слоями. Потому что желток отдельный, белок отдельный. А здесь у тебя будет всё это. В одной этой пропорции. А чё ты ему колбасу на вот эту прошивку и всё? Сейчас сделаю. Тебе помочь? Да, помоги мне. Ну, надо чё помогать. Чё, Длин, гусей гонишь, блядь? Там специальнейшая, видите, поедет. Можно вот эти вот помидоры? Она хочет третий раз поднять, что Слава готовит. Да, да, да. Клава, отдыхай. Как будто Ивлева позвонит. Да, 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 шеф-повод. Может поможет шеф. Шеф! Мне так нравится смотреть это, битва шефов, когда там Акзамов с Ивлевым. И когда Акзамов, допустим, ну вот два шефа сказали «Да». Ты снимай, как он яйца насилует. Нормальный шеф уделал бы одной ручкой. Ой, всё, откажи. Ты даже об это обстолкнешь. Конечно, вляху, сняли. Не умеешь сказать. Даже я умею так делать. Ничего. Как он это, Акзамов говорит. Вы понимаете, что если вы пойдете в ту команду, вы будете ходить под козырек. Да, шеф, да, шеф. А здесь ваш творческий потенциал. Это кто сказал Ивлев? Нет, это Акзамов говорит. А она знает только Акзамов? Я слышала, видела. Типа, такие фанфитеры. Самый лучший кондитер страны. А, ну, которые вот эти всякие торты там, блин, с воротами. Вообще торты. Да, торты я уже и с воротами. Торты, банты. Подлички, вы понимаете, да, с кем вы общаетесь? Они уже справлялись с этими тортами, блин. Тортами. Он же именно этому делал, и Киркоров, и даже, блядь, с Путиным там уехал. Ну, про торты, банты я это знала. Но, когда Миша у меня пошел в первый класс, в каком, в 2012 году. Не знаю, когда у тебя сын пошел в первый класс. А у тебя, когда сын пошел в первый класс? В смысле, блин? Мне и так подписчики спрашивают, это их общие, сын или нет, блин. Где тарелки с боку? Я узнала, что она, оказывается, свекла.